привет друзья сегодня я хотел рассказать вам о своем новом больше похоже на конструктор это мини циркулярная пила мини подчеркиваю потому что скорее всего досмотрев до конца не будете говорить а да и ничего не распилишь да туда сюда мини циркулярная пила пару сантиметров доски пилить будет это я гарантирую значит с чего все началось я купил сыну на дне рождения конструктор из деревянных маленьких палочек вот там где-то сечение сантиметра на сантиметр вот этот конструктор сейчас я кстати покажу фотографию этого конструктора вот он и в принципе пятак отдал 5000 покупал в москве 2014 года летом сейчас мы уже дороже сейчас смотрю на сайтах он где-то шесть с половиной тысяч в принципе посмотрел так делать вообще его особого ума не надо ну так как у меня есть хобби делать разные станки станки и инструменты в контактах есть моя группа самодельные станки инструментов где-нибудь наверное вот здесь вот сделаюсь ссылочку на контакты смотрите подписывайтесь много людей туда заходит час около около тысячи подписчиков вот и решил сделать очередной станок очередной станок циркулярный такой по дереву скажем так естественно хотелось как-то сделать по габаритам естественно чтобы он был маленький в домашних условиях чтобы пользоваться взял в качестве двигателя взял от оверлока вот фотографию сейчас я скину значит его характеристики 250 ватт на 220 вольт и 1 и 25 ампер 6 половиной тысяч оборотов 250 ватт ребят за хочу обратить на это время 250 ватт кому интересно 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 я упишите я скажу где магазин есть в москве они также могут по почте выслать очень неплохой двигатель значит ну вот такой вот у меня бзик решил я сделать зубчатая передача на ремне вот такие вот вот ремни 1 2 запасной я взял и соответственно шкивы это все в одном магазине это под заказ завод находится в воронеже сайт где можно заказать это все недорого что-то около 100 100 с чем-то рублей вот такой на всякий случай я взял диаметром побольше тоже после 50 рублей сейчас может быть после нового года я в том году все нового года может быть ну чуть дороже но недорого 100 150 и эти что-то там тоже также не помню сайт могу пишите спрашивайте я вам все отвечу приходит очень быстро ну неделька видится завод в воронеже но что-то у меня такое подозрение что сам завод в китае находится они там делаешь запрос в воронеж вернее на этом сайте который в москве делаю ну туда делаю заявочку заказ они отправляют в воронеж в китай но может быть я ошибаюсь но по-моему не так объяснили ну и не важно в принципе где его делают обидно что такую хрень блин неужели в россии не могут его сделать в общем ладно привозят это оперативно очень качественно легкие вот таким образом я это все соединяю наверное плоховато да вам видно так ладно это все и и еще диск будет вот такой вот такой диск фирмы сейчас закрою специально вот такой обычный диск значит 125 по моему диаметр 22 внутренний 22 с кольцом с кольцом на 23 поближе подвинуть нормально пойдет значит вот такой 125 на или сотую чуть тут не написано нефинты 125 125 диск внутренний 22 так не буду я его убирать вот такую токаря колечко заказал переходничок все тут ровно ровненько подходит много зубов много зубов ну лучше много зубов оборот значит смотрите материал я выбрал алюминий алюминий это сплав алюминиевый сплав д16 т это закаленный алюминий с примесями магния еще чего-то до 16 т также до 16 от и с искусственным старением пластины вот такие я уже сантиметровые это бака будут бака сантиметровые днище вот она сколько 8 по моему вот такие вот пластины здесь я уже просверлил дырки честно говоря я уже его собирал до конца вот я хотел показать вот такой конструктор можем разобрать собрать это вот у нас бунище вот как крепить вот видите вот сам мотор сам мотор как крепить давайте я вам покажу заводу характеристики мотора видно вам не блин сам не вижу ничего размыта расплывчатая в общем вот такая вот конструкция вот такая конструкция да вот как вот с этим сделать может быть вы мне посоветуете как его закрепить вот отсюда посмотрим вот отсюда сверху вам покажу как его закрепить этот двигатель вам сейчас все будет понятно когда я начну собирать сейчас мы с вами его быстренько соберем и вам все будет понятно смотрите я уже здесь провода все сделал сделал дополнительный включать выключать также от этого двигателя есть вот такая педаль я принципиально вот педаль ну тут с проводами нажимаешь работает отпускаешь не работает принципиально хочу поставить педаль и дополнительный вот такой выключатель такой выключатель просто у меня ребенок маленький есть ну как в этом году пойдет в садик мой школу я себя вспоминаю даже в его возрасте помню себя много помню всегда я нечего хотелось куда-то лес я что-то включал пилил я боюсь и он залезет без меня включит а все-таки сами понимаете такой диск это очень опасно давайте попробуем все это хозяйство собрать вот смотрите как это будет выглядеть вот таким образом сейчас будет две стены две стены секунду еще один момент покажу еще одну запчасть это две стены и смотрите еще вот такой вот алюминиевый диск диск плита алюминиевая плита 8 миллиметров вот это по-моему D16AT без искусственного старения видите какой блестящий вот он у нас встанет вот таким образом соответственно здесь дырочка отверстие под диск диск вот так будем пилить будем пилить это мы немножко сейчас отставим в сторону сейчас секунду откладываем в сторону винт M5 ну разный в принципе тут всякие винты есть покороче снизу снизу крепить я использую покороче сверху так чего начать с какой стороны начнем друзья давайте начнем с этой стороны видите а вот это вот отверстие это вот как раз сюда мы будем подключать наш тут у нас какие покороче пойдут это подключать педаль сейчас я возьму отвертку сейчас я возьму отвертку на само крепление которое куда будет крепиться диск я вам сейчас покажу я вам сейчас покажу закрепили это все скажем так черновой вариант я не буду полностью все собирать каждый болт сюда вкручивать винт потому что это наш конструктор тут еще очень много буду по мелочи доделывать вообще я собираю собирал это все знаете какими инструментами вы не поверите работаю работал с ним в туалете каждый вот эту дырочку это никто не токарь вот эти пластины я заказал да тоже скажу сайт если вам понадобится где можно заказать реально парни такие цены мне ломили так сейчас я выключу телефон не тут долго такие цены ломит вот что вот эту вот хрень вот он полностью все в размер да мне конечно сделали я обалдел заказываю там 6 там 7 там 8 там 1 12 ну нахрена нам не нужна вот и нашел один сайтик бах какая-то база там алюминиевая база мне говорят там не буду я цифры говорить какие у меня сегодня рвут просто телефон вот мне прям раз посчитали вообще на всех базах на всех вот через сайт я заказывал где там фирмы говорят будет с точностью плюс-минус 2 миллиметра 2-3 миллиметра ну ладно думаю вот принципиально мне хотелось алюминия знаете я думал будет очень легкий аппарат реально аппарат килограмм на 11 я так уже прикинул все у меня все они есть видишь об части вот эти не ожидал если бы я тогда знал что он будет реально такой тяжелый я бы наверное сделал какой-нибудь там из фанеры вот сейчас я я тебе перезвоню сейчас занят вот ну и соответственно сейчас вот это все замотаем долго собирать я не буду раз вот так вот быстренько вот что у нас получается это две стенки мы собрали значит еще еще собираем две стенки вот она наша деталька реально отвечаю все подходит ребята ну вот когда я заказал к этому вернусь так вот так когда заказал все мне сделали я приехал сам забрал доставку мне сказали по москве там 500 рублей это долгопрудно там завод как базы я нет спасибо я сам приеду приехал забрал ну интересно знаете как что интересно интересно то что у меня подошло все идеально там походу лазером вот вот смотрите да вот вы сейчас смотрите все тут дырявое как дуршлаг вот такой конструктор собирал я целый месяц наверное какой месяц блин больше ну просто после работы вечером сижу в туалете на ванной у меня такая решетка лежит вот на решетке я вот это все хозяйство собираю нарезали они мне в размер но дырки я естественно уже резал сам вот дырки резал знаете чем сначала сверлышком 1,9 вот таким гравером а потом шуруповертом вот эти все вот эти вот вот все вот эти дырки шуруповертом дрели у меня нет поэтому все это хозяйство я делал шуруповертом видите как точно все подходит вообще точно там у меня есть купил специальный угольник вот такой вот такой вот фирмы гроз фирмы гроз это для навадки станков токаря пользуется охренительная вещь вот не помню какой класс точности они все разные классифицируется в общем с погрешностью до двух сотых и то местами в некоторых местах даже меньше я замерял все подходит точно мне прям вот насчет этого меня радует так что если где-то надумать такие штуки заказывать себе я вам обязательно скажу мне так понравилось то есть любые размеры любые размеры в любых количествах то есть я сначала звоню тарали-вали говорю вот так и так она говорит сколько вам сколько тонн будете брать алюминиевые плиты я говорю каких тонн я говорю мне тут несколько пластинок под размер все я сам честно говоря не ожидал но это опять же повторяюсь это все сырец так вот что у нас получается какая коробочка ай какая красота радует у меня лично честно говоря не ожидал дальше ставим так провода здесь видите я сточил чтобы провода вот этот у меня тут вот туда вот я вот утапливаю вот сейчас эти места скрепим провода лучше конечно все делать сразу четко вот чтобы потом каким-то там нюансом не возвращаться резьба все стерпит вот смотрите что у нас получается самое главное а сейчас покажу в одном месте у меня тут есть косячок это у меня камера стоит на ноутбуке ноутбук на столе я его трясу поэтому прошу прощения все трясется у вас я понимаю ничего это быстро все исправим так с этой стороны тоже закрепляем ну вот как раз вот этот косяк у меня вот он с этой стороны сейчас вам объясню что за косяк блин отверстия все видите это же не заводская не заводская сборка все отверстия у меня по длине разные одна дырочка например ну и резьба резьба тоже с резьбой резьбу как я нарезал одна дырка там 3 мм глубиной вторая два два с половиной ну два я думаю это тоже нормально в принципе вот блин покороче какой выбрать вот спешу чтобы особо много эфира не занимать вот так сейчас еще вот что видите получается это техническая будет камера сюда мы будем складывать к примеру вот вот так кармашек такой сейчас мы перегоначиваем сюда загоним вот сюда вот так подходит все идеально вы сами видите я собираю вот вот этого это я все просверлил воткнул вот теперь все это хозяйство собираю я этот шуруповерт все это закручивал вот и прямо перед тем как вот снять этот ролик прикиньте я биту сорвал болты болты нормальный попадать причем знаете тут магазин у нас есть район бибрия в александре черти продают по 5 по 6 рублей за 1 а вышел оттуда чуть подальше прошел короче варя тут у нас на районе ну кому интересно я об этом скажу где ой 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 чтоб не регламировать да я вам скажу о все лептитип все подходит дальше там затянем кнопочка хоп хоп так ну это еще не все еще тут пар перегородок значит смотрите друзья видите какая пластинка это тоже уже я вырезал что сюда вставлять я вам сейчас покажу что мы сюда будем вставлять это как раз то самое ну как вам сказать поворотный или как он там механизм а про косяк вот я вам покажу косяк вот он косяк как раз вот он на этой у нас пластине вот видите две у меня дырки одна мячик сломался у меня там остался вторую просверлил ниже и соответственно здесь у меня видите как получается одна дырка лишняя некрасиво но на ход работы это влиять не будет вот эстетический вид тоже я принципиально хотел соблюдать из-за этого вот так вот у меня вот если деревянной будете делать вот эту вот саму коробку некрасиво будет ну и соответственно обороты приличные в качестве ядрен батон вот что-то длинный какой-то у меня тут болт получился вот некрасиво будет понимаете сейчас мне надо сначала вот эту еще перегородочку сюда проткнуть вот эту вот эту вот эту вот эту вот эту что тут у нас все попадало совпадало сейчас сначала вот так соберем вот некоторые наверное болты отпилю потому что они длинные видите длинноватые да шуруповертом сейчас конечно джинь джинь но вот без бит и что туда может кто-то советует опять длинный болт да что ж такое ну видите поэтому я говорю не заводская резко у меня отверстия они все разные тут половину я их вырезал отрезал обрезал короче сделал у меня уже коротких не осталось я их все наверное в днище вогнал ну ладно сейчас днище выкрутим какую-нибудь а туда завернем длинный вот резьба нормальная идет с резьбой тоже я помушился метчика держателей нет нашел какую-то железяку там приспособу такую сделал не стал я покупать метчика держатель сейчас я и здесь ребят выверну покороче покороче постараюсь вот значит так сюда мы будем ставить это наш диск в том плане что 100 125 у меня по высоте проходит вылет будет около 3 см диск но самое главное у нас с этим с вылетом я честно говоря вот когда собрал первый раз попробовал фанеру фанеру у меня вообще как масло прогнал ну там сантиметровое да он даже не почувствовал единственное я вам знаете что хочу сказать работая с таким мотором объемы у вас объемы будут очень невелики но это конечно дело но просто я к чему ну что быстренько можете угробить этот моторчик на верлок там тоже немножко они все стараются работать блин блин блинский работают они не так долго отрезали дайте покурить отрезали там доску дайте покурить также можете ставить на него можно будет ставить знаете какую штучку сделать себе плиткорез из него плиткорез будет отлично я зашел в магазин посмотрел ценник заводский чуть не охренел а как помягче вам сказать в общем говно говно ничего там хорошего нет так вот вот смотрите значит получилось что у нас вот так не все винты закрутил общий вид вы понимаете значит здесь сюда мы ставим такую штуку смотрите вот такую штуку сюда идет колечко колечко вот это сюда идет вот этот диск дайте я его в другую сторону поверну чтобы без рекламы получался вот такая фигня вот а и вот это значит откуда я взял вот эту штуку очень удобная вещь обалденно можете знаете что использовать можете использовать ось от велосипеда внутренняя ось от велосипеда я не использовал не знаю есть там в интернете вот значит смотрите эта штука была это насадка на ручную циркулярную пилу мотор вставляешь одна насадка лобзик вот такую штуку я сейчас найду картинку покажу вам картинку вот вынул вот эту штуку я оттуда вынул значит что мы делаем вот так вставляем вот у меня уже все в размере я же вам говорил тут я винтами вот так затянул соответственно все это у меня затянется а сюда сюда естественно нам нужен что шкив чтобы вот отсюда у нас все шло нормально вот такой шкив вот вот где взять я вам повторяю вот видите вот здесь вот я вырезал эти места и тут как раз здесь вот у меня тоже вот они видите вот так вот все это хозяйство будет оп подходить отсюда стягиваем болтом вот так сейчас сейчас секунду сейчас все пойдет вот так стягиваем болтом очень много споров я много посидел на разных сайтах достали уже 209 какой то номер то вот оп да нет да туда сюда у мочи всякие там еще не получится ребята пробуйте и все у вас получится так вот что у нас получается вот что у нас получается давайте оденем так давайте сразу ремень оденем думаю будет проблематично вот так оденем вот это опа вот у нас ремешок оделся видно сюда сюда ой блядь ах ты елки зеленые забыл я ах да что она у меня не закреплена так хлобысь хлобысь и где-то там у меня гаечка была и хлобысь затягиваем это не будет мешаться в дальнейшем ой ой забыл это колечко колечко на память колечки вот это мешать не будет потому что болт у меня длинный я его обрежу чуть-чуть покороче то есть нормально все будет ну в принципе вот эта вот фигня она не нужна я вот немножко не подрисчитал единственное видите вот эту вот часть вот тут вот надо было мне тоже закрыть но это я закрою это ничего страшного это я закрою вот вот что у нас получается не затянул извиняюсь если у меня такой золотой ключик волшебный я сильно затягивать не буду это же пока демонстрация а не тестирование опа не сильно так все вот так значит у нас будет работать не за ну не за то что вот вот видно да поставлю теперь вот таким образом так опущу пониже вот видненько да вот так лучше видно все включить приключить и поехали пилить и вот таким образом значит так что у нас дальше есть так 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 где-то у меня тут блин только по бокам где-то вот они да нет вот это для чего ребят у меня сюда я сделаю вот такую крышку у меня сейчас пока есть фанеры вот вот таким образом я сначала делаю фанеру потом заменяю ее на лювер вот таким образом будет подниматься вот вот высота видите вот это вот я заменю я вам до этого показывал заменю на ту алюминиевую а а пока для пробы вот эту вот сделаю для пробы ну и соответственно соответственно что хотел сказать друзья посмотрите понравилось не понравилось расскажите подпишите мне обязательно если кому ну что что кому не понравилось может быть что то вы мне скажете такое что я не так ну там не догадался с удовольствием возьму на заметку сделаю вот такой конструктор значит получается в следующем видео мы с вами все это хозяйство конкретно закрепим конкретно уже а сделаем крышку сначала по дереву из дерева вот тут сначала сделаем попробуем потом я планирую сюда на таких штангах ну разные упоры под углом не под углом вот спасибо что смотрели это была первая часть подписывайтесь на канал увидите вторую завершающую стадию ура до новых встреч до новых встреч